Всем привет! Сегодня с историей от анонима. Я сейчас зачитаю письмо, дам свои комментарии, и под видео тоже напишите ваше мнение об этой истории. Решила поделиться своей историей отношений с турецким мужчиной для вашего видео. Если можно, то анонимно. Ну, конечно. Итак, мы познакомились с ним два года назад на Тиндере. Спустя полтора года я впервые прилетела в Стамбул с подругой, это был апрель. Мы с ним увиделись и раза два-три за это время общались как друзья. Когда мы улетели домой, мы продолжали поддерживать с ним легкое, нечастое общение с нотками флирта. Мне 21 год, работаю на себя, я пиар-менеджер, по фрилансу живу, одна уже самостоятельно с 18 лет, сама себе забочусь, ему 25 лет. Он не работает, живет с родителями. В июле я ему сообщила, что собираюсь снова прилететь в Стамбул. Он обрадовался, стал строить совместные планы на отдых, но потом наш рейс отменили, я не прилетела. В августе мы стали общаться с ним чаще, понимаешь, что это уже не просто дружба. Так с конца августа и начались наши отношения. Так как моя поездка летом не удалась, я знала уже, что полечу в Стамбул в скором времени, но не ради него и не для него, а больше для себя, так как я давно хотела полететь одна. И с августа по октябрь мы общались с ним по фейстайму каждый день по 3-4 часа. По итогу он встретил меня в аэропорту и мы поехали на мою квартиру, чтобы я заселилась. Дальше случился шок. Он достает мой чемодан из машины и я вижу, что рядом стоит другой чемодан. Он берет его с собой, я понимаю, что он собрался жить со мной все это время. Скажу честно, возможно, это, конечно, моя ошибка, что я не проговорила этот момент. Молодец, умничка, вы все понимаете. В общем, он берет его с собой, я понимаю, что он собрался жить со мной все это время. Я этот момент, возможно, не проговорила, но ведь речи о том, что мы будем жить вместе, у нас вообще не шло. И я подумать не могла, что он решит жить со мной. Я ничего не сказала ему, сделают, что все окей. Мне всегда сложно и неловко решать такие вопросы с мужчиной, хотя для меня это не норма. И если уж ты собрался со мной жить изначально, тогда будь добр, хотя бы найди деньги и оплати квартиру. В общем, провели мы эти шесть дней вместе, все было отлично, он познакомил меня с друзьями. Но тут есть самые красные флажки, которые меня очень насторожили. Во-первых, он живет с семьей в Стамбуле, у него очень строгий отец. Так он наврал своим родителям, что уехал в другой город с друзьями потусоваться, чтобы все это время провести на самом деле со мной. Уже тут я понимаю, что другого выхода, кроме как жить со мной эти шесть дней, у него тогда и не было, поэтому. Во-вторых, каждый раз при звонке папе он буквально вздрагивал, очень сильно боялся, что отец может что-то заподозрить. На минуточку, парню 25 лет. В те моменты я чувствовала себя максимально неловко. Я даже остановлюсь, вы с 18 лет самостоятельно, сами себе зарабатываете, работаете и путешествовать можете. Чуваку 25 лет не работает, непонятно мне сказать, почему. Живет с родителями, боится папы. В-третьих, он не работает. Я работаю с 18 лет, постоянно развиваюсь. Это помимо учебы в универе своей. Для меня это не окей, конечно, что парню 25, он живет с родителями. Конечно, может быть, это типа разница культуры, я его не понимаю, но блин, 25 лет и не работать это для меня перебор. Для меня тоже, даже живя здесь в Турции. Поверьте, кому нужны деньги, здесь идут работать и до 18 лет помощниками, подмастерями и официантам, и к парикмахерам, хоть кому-то, хоть рабочими куда-то помогать. И здесь, если нужно, такие трудяшки-турки, короче, это уважается здесь, что лоботрясничество и лентяйство здесь не уважается, а вот желание работать и хоть какую-то копеечку заработать, тяжелое, например, финансовое состояние твоей семьи на данный момент, это здесь очень важно, это, короче, очень классно. А у него вот этого нет, я тоже на это обращу внимание. В-четвертых, это очень странный пункт, но мне не нравится его относительно небольшой рост, длинные ногти и женственные руки. Звучит, конечно, смешно, но я прям зациклилась на этом, зациклила на этом все свое внимание. По итогу, я улетела домой, мы дальше продолжили наше общение, но я такой человек, которому отношения на расстоянии даются очень сложно, поэтому сразу же стала думать, как сделать так, чтобы можно было поскорее прилететь снова. Скажу честно, для меня приоритетом был сам Стамбул, очень люблю этот город. Если бы у меня не было парня там, я бы в любом случае искала возможность приехать снова и снова в этот город. Когда я спрашивала и ныла ему, что это неизвестность, даты, следующие встречи, меня пугает, он просто успокаивал и ничего для этого на самом деле не делал. Два месяца, я как проклятая, закрывала учебу раньше по времени, сдавала все экзамены экстерном, работала 24 на 7, чтобы заработать деньги, чтобы заработать возможность скорее прилететь к нему снова, я его сразу предупредила, что попробую сделать все, как можно дольше остаться в Стамбуле, примерно 2-4 недели планировала. Он мне сказал окей. Подходит конец декабря, я уже невыносимо скучаю, говорю ему, что хочу прилететь. Он сказал прилетай, когда тебе удобно. И в этот раз он сам заявил желание найти и забронировать квартиру для нас. Тут я хотя бы выдохнула, думаю, ну, ну хоть где-то проявил инициативу, так как никакой помощи у него никогда не просила раньше. Опять же таки, сама купила билеты, он обрадовался и спустя пару дней спросил, когда я собираюсь уже обратно лететь. Я сказала, что недели три, наверное, я могу спокойно остаться в Стамбуле. На что он ответил, ой, это слишком много. И у него могут быть проблемы с семьей из-за этого. Я ему объяснила, что я вообще-то все делала для того, чтобы побыть с ним максимально дольше. Учеба, работа, деньги. Моя нервная система просто уже стала отказывать из-за всего этого на тот момент. В это же время я стала чувствовать вину, будто я причиняю неудобства человеку, что из-за меня у него будут проблемы, но больше я чувствовала обиду, что я выложилась на 100% ради встречи с ним. А он всего лишь ставит срок 7-8 дней, и что больше он не может провести со мной времени. Здесь хочу остановиться. Чувство вины. У вас тригейт. Это история с вашего детства, 100% чувство вины. Я неудобная, кому-то приношу неудобства и так далее. Подумайте, что там у вас с родителями на эту тему было. Поэтому вы, скажем так, еще за него держитесь. Я сейчас об этом подробнее расскажу, но, короче говоря, очень важный момент. Тут у меня не было никакого настроения лететь, потом он предложил другой вариант. 7-8 дней он живет со мной, а потом я могу остаться в Стамбуле, но уже жить одна, видясь при этом с ним один-два дня, с ним раз в один-два дня. Я подумал, что, ну, неплохой вариант, но дальше ответ его меня просто убил. Он сказал о том, что он забронировал квартиру по второе число. И со второго до даты моего отлета я могу, а в моем понимании я должна, найти себе другое жилье, так как он вернется к себе домой в этот момент. Я была безумно благодарна себе, что я все-таки финансово независима, я могу сама себе найти квартиру. Ну, а задача, как для девушки, его ответа у меня осталось. То есть, короче, я тебе сниму квартиру на 7-8 дней, наматом дальше сама. Ну, блин, я вообще не понимаю, где он даже берет деньги на 7-8 дней снять квартиру, если он не работает. Ну, хорошо, папа с мамой, наверное, берет. Ой, он встретил меня в аэропорту. Все было окей. И в один из дней мы сильно поругались. На мой айпад пришло уведомление с Тиндера. Он это увидел. И я объяснила ему, что я не пользуюсь приложением. Просто давно он был скачан, что это просто рассылка. Он устроил целый скандал. Я дала ему этот Тиндер. Он увидел, что там нет никаких диалогов, ничего. Но он не успокоился, сказал, что я вообще все удалила. Потом я проверил все диалоги в WhatsApp опять. В ИСТЕ еще. Для меня это вообще было ненормально. Но вот в тот момент я почувствовался такой виноватой. И понимала, что не хочу терять эти отношения. Поэтому позволила все проверить. Так. Точно вижу. У вас зацепка идет. Чувство вины равно отношения. То есть я плохая. Я виновата. Я должна продолжать отношения. А-ля там, может быть, сводить счет. Искуплять свое чувство вины и так далее. Взаимосвязь у вас с папой. Либо с дедушек. С очень мощь. Кто бы выполнял эту роль. Через чувство вины. Или это чувство вины могла накладывать вам мама. Если у вас, у нее были плохие отношения с папой из разряда. Я ради тебя продолжаю эти отношения. Я ради тебя, та-та-та-та. И вот это у ребенка в таких случаях выражается, вырабатывается чувство вины. Что в семье все плохо. Мама страдает, жертва. Ради меня. Я виноват. Там в разводе родителей. В плохих их отношениях. И так далее. Или это даже фразочки, когда мама говорит. Твой папаша. А вот твой папа. То есть, можно не говорить напрямую, что он плохой или что-то там, ты виновата. Но акцентируя на плохих моментах об отце. Или там, не важно, кто это. Папа, отец, дедушка. Не важно. В общем, будем говорить об отце. Акцентируя, просто выделяя больше плохое, у ребенка автоматически складывается чувство вины. Объясню, почему. Потому что 50% в крови ребенка это мать, а 50% отец. И когда вы ругаете его отца, ребенок все равно 50% вины свои чувства, что отец плохой. Родители не выбирают. Но ребенок, вот как он видит, да? Папа, мама встретились, полюбили друг друга, родился я. Я плод этой любви. Когда папа, мамы ругаются, там мама ругает папу, я 50% вины чувствую на себе. Автоматически просто. Потому что ребенок с категориями в детстве, у него мозг еще не так развито, анализируется, поставляет и так далее. Ребенок просто автоматически это принимает на себя. И в его голове появился я. Или если конфликты на раннем детстве, ребенка, после родов ребенка, он чувствует, типа, если бы не было меня, может проблем бы не было. Даже до меня хорошо сошлись, все было в порядке. Потом родился я. И начались проблемы. Мама стала говорить, что папа плохой. Мама стала папу винить и так далее. И ребенок автоматически просто думает, может, если бы не было меня, может, было бы лучше. Как раньше, до меня же все хорошо было. Значит, с моим появлением все плохо. И вот это чувство вины вырабатывается, когда мама акцентирует на плохом или впрямую говорит, у тебя папа плохой. В общем, наступает день, когда ему надо ехать домой, а мне в мою новую квартиру. Разъезжаемся. Он отвез меня и уехал. И я решила выйти прогуляться. Но все это время контролировало меня, где я что-то делаю. Придя домой, мне написал один парень в инстаграме с предложением выпить кофе. Я подумала, почему бы и нет. Так как я одна. Мне скучно. У меня есть свободное время. Тем более, я очень люблю общаться с людьми. Мы встретились с ним на 15-20 минут, выпили кофе и разошлись. Естественно, я ничего не сказала об этом своему парню, так как понимала, что возможен скандал. На следующий день мой парень приехал ко мне, и мы собрались встретиться с его друзьями, так как это был мой последний день. В один момент мне пришло сообщение от вчерашнего парня, хотя после встречи с ним мы не общались больше. Он написал мне, что я сделал не так, что ты мне не отвечаешь. Это сообщение каким-то образом видит мой парень, и начинается скандал. Он просит открыть ему диалог, показать, от кого это, что это. Спустя 30 минут уговоров я показала ему это, и от страха говорю, что этот парень просто начала врать. Ответил мне комплимент на сториз. Я проигнорировала. Мой парень очень-очень злится и говорит, что это конец отношениям, что он уезжает домой и так далее. Я успокаиваю его. Потом он говорит, что сейчас мы встретимся с его друзьями, как и хотели, а после будем решать эту проблему. Но при условии, что я не буду трогать свой телефон, ничего там удалять не стану. Придя домой, мы вместе напишем тому парню, чтобы узнать, кто он и что от меня хочет. Я уже понимала, что это проблема глобального масштаба, и в мою голову ничего не пришло, кроме как написать тому парню и попросить ответить на сообщение в инстаграме, что мы не знакомы, что он просто оставил комплимент, и все. Парень оказался не глупым и согласился. После встречи с друзьями мы пошли домой, но он со мной не разговаривал. Говорил, что я разрушила эти отношения, я ему стремно за меня и так далее. Вот опять, что он делает? Чувство вины. Вот оно. Вот почему вы за него держите. Чувство вины вас триггерит. Он и это делает дальше вам. Мы пришли домой, стали разговаривать, но ситуация стала заходить еще хуже. Мы написали тому парню, он сказал, так как я его попросила, ответил. Но мой молодой человек по-прежнему был зол. Сказал, что я не человек, я монстр, что он оставил меня на один денек, а я уже такое сделала. У меня вопрос, а что такого я сделала? Не понимая свою ошибку, прошу прощения, но это не работает. Вот оно чувство вины. Извиняться, унижаться вам надо. Он наговорил мне много слов о том, что он жалеет вообще о встрече со мной, о том, что его мама была права, что русские девушки не имеют чести. Вы вообще, блин, как с ним можете общаться после этого? Маму его было... Вот ты пошел, ты знаешь, куда со своей мамой вместе. Пардон, как бы. Его мама не знала о наших отношениях, просто бросила ему эту мысль. Он запрещал мне плакать, так как говорил, что я пользуюсь и манипулирую своими слезами. Ну, а я как маленькая влюбленная девочка готова была на все, лишь бы сохранить эти отношения. Тем более осознавая, что через несколько часов мне уже нужно будет лететь в аэропорт. Вот оно, я маленькая девочка. Вот подумайте, сколько вашей вот этой внутренней девочке лет? Это то время фиксации вашей психотравмы, которая привела к этим отношениям. То есть в том возрасте у вас были какие-то проблемы там либо с папой, либо с кем-то. И в том возрасте, на самом деле, внутри вот эта маленькая девочка, которая осталась в том возрасте, зафиксировались. По итогу, он сказал, что мы можем прогуляться до его машины, и он уедет домой. Я согласилась. Мы шли по улице, а слезы катили градом. После он сказал, чтобы я не плакала, и он меня прощает. Он состоит запрет на слезы, на эмоции. На самом деле, он с вами проворачивает все, что с ним делали его родители. Это вообще какая-то, знаете, садюга уж. Простите меня. У чувака не очень все в порядке. Сейчас я понимаю, что возможно, это было сказано специально, чтобы на нас и на меня со слезами не смотрели окружающие. Нет, не специально. Он вам это вообще-то было в квартире до этого же говорил, но только по улице, когда вы шли. Он же говорил, не плачь ты на меня, действуешь, манипулируешь и так далее. У него вообще большая проблема в семье с родителями. Чувака вообще тараканы. Провожать в аэропорту он мне не стал. Сославшись на то, что время три ночи, его родители могут не понять это, что он не дома. И опять-таки очередные проблемы начнутся у него из-за меня. Я заказала себе трансфер, мы попрощались и осталась ждать машину. Он даже вас бросил в три часа ночи на улице, вы ждали машину так себе. Бляха, муха, у меня слов нет. Вы что вообще? Алло? Бросил вас в три часа ночи, блин, в Стамбуле. Я стояла и ждала свою машину. Он сел в тачку и уехал. Прилетев домой, мы переписывались, с ним было окей, но спустя сутки он снова завел эту тему о том парне и сказав, что он знает всю правду, мне стоит перекратить ему врать, что если я расскажу всю правду сама, он меня простит. Типичная манипуляция. До сих пор не знаю, взял ли он меня на пункт, ну конечно взял. Или же просто так сказал, но я ему рассказала все как есть. Браво, это главная ошибка. И взяли на себя максимальное чувство вины. Роль доиграна виноватой. Что увиделось с парнем на кофе, а потом попросила его собрать о том, что он меня не знает. Все. Потом очередные сообщения, что я монстр, что я самая конченая девушка на земле, что я никогда не заслужила его и этих отношений. О да, не заслуживаю 25-летнего дармоеда с проблемами в голове, себя ни черта не представляющими без копейки за душой, вообще без перспектив, вообще без желания развиваться. Я этого не достойна. Короче, на этом отношения закончились. У меня вообще ощущение, что это какая-то садюга. В общем, осадок остался. Чувствовала себя самым последним человеком на этой планете. Вот, что ему нужно было. Я реально виновата, и он прав, что я не заслуживаю хорошего отношения к себе, да и его этих отношений в целом. Когда я рассказала об этом своему подругам и маме, они сказали, что я не настолько виновата, чтобы услышать такие слова свой адрес. Абсолютно верно. Ну, вы готовы, вы хотите, скажем так, слышать, что вы их жертва, поэтому вы так с удовольствием, что вы виновата. Вы с удовольствием эту информацию от него берете. Сейчас, спустя месяц после этого, у меня до сих пор есть чувство вины. Нет, не от него. Я сразу отвечаю. Чувство вины, он просто, эти отношения вам подковырнули старую болячку. Это чувство вины у вас всегда было. Я поволнуюсь за него, как он переживает это расставание, так как я знаю, что он был сильно в интимном плане. Это его, блин, странные проблемы. Я его по-другому просить. Не могу даже сдерживаться. На удивление, это расставание для меня оказалось не таким болезненным. Ну, неужели? Конечно, и правильно, что не болезненно. А что бояться болезненно переживать, когда тебя просто с грязью смешивают? Но простить себя за такой конец отношений мне сейчас сложно. Возможно, я и права, и не создана для серьезных здоровых отношений. Вот оно. Я хочу быть виноватой. Уже ситуация закончена. Мужика уже нет. Вообще, живи свободно. Я не могу простить себя за такой конец отношений. Мне сейчас сложно. Сама себя... Что ты сделала? Ничего ты не сделала вообще. Господи, что за бред, девушка? Какая каша у вас в голове? Срочно бежим к психологу выяснять, почему, откуда есть чувство вины и быстрее его снимать. Потому что вина эта не ваша вообще. Вы сейчас вот страдаете? У вас были дебильные отношения с непонятно кем вообще, да? В плане того, что вообще никакой парень вообще обнагревший вами пользовался, нагло себя вел вообще и вот это все выставил. Вы это верите? Короче, вы сейчас проживаете эмоцию, страдаете не по нему, а потому что было когда-то в детстве до него. и вы это делаете сейчас зазря. Это не ваше чувство вины. Вам его еще в детстве травмировали и навесили. Вы ни в чем не виноваты. Вы сейчас страдаете на пустом месте. Это, это, вот поверьте, сейчас будут комментарии под видео, что чувак подонок просто, как он себя ведет? Что это вообще такое? Алло? Сейчас, когда будут писать, вы чего себя настолько не любят? Да, девушка настолько себя не любит, просто это чувство вины настолько вдолблено ей в голову и она настолько травмирована очень сильно больно, что о самооценке и о своем достоинстве вот именно в отношениях с мужчинами речи не идет. Да, она настолько себя сильно не любит, что готова верить вот в этот весь бред. Но я извлекла для себя такие уроки из этой ситуации. Первое. Быть честной самой с собой с самого начала отношений. Если вас что-то не устраивает, то не тяните их. Надеюсь, что все поменяется. Верно. Заканчивайте такие отношения. Иначе потом итог будет не таким красивым. Если чувствуете, что человек вам не сильно нравится, не мучайте себя и не его. Правильно. Сейчас я понимаю, что, возможно, влюбленность была какая-то поверхностная. Сама же я пыталась обмануть себя и его, видимо. Верно. Он просто своим скотским отношением, не вкладываясь в отношения поверхностностью, стриггерил вас на то, когда к вам как-то папа, скорее всего, относился. И на самом деле, поэтому вы начали себе обманывать. Потому что... Я сейчас расскажу, почему это происходит. Второе. Не врать. Вот такая бы не была правда, лучше сказать, а дальше выбор за человеком. Я в этой ситуации от неопытности и боязни потерять эти отношения совсем завралась. Как бы стрёмно и признавать этого не было. Вы не заврались! Это он вам сказал, что вы заврались! Что там? Блин, господи, я просто парню сказала, вышла на кофе и в целях себя сохранения, чтобы мне не орали, мозг не выносили, сказал, чувак, блин, соври один раз. Где завралась? Нет никакой... Это вот чувство вины вам. Это навязанное. Это неправильный пунктик. Говорить правду, какая бы она ни была, верный вывод, но вы не виноваты в том, что было. Понятно? Всё. К себе так не относимся. Вообще себя нельзя разрушать. Вот этот вот второй пунктик вы разрушаете свою самооценку. И третье. Будьте финансово независимы. Это не о феминизме даже и не об этом, а о том, что у вас в любом случае должны быть свои деньги на случай подобных ситуаций. Молодец. Галя, подскажите, пожалуйста, действительно ли я сделала что-то ужасное? Я уже ответила нет. И как бы вы поступили в данной ситуации? Буду благодарна любым комментариям. С вашей стороны спасибо за ваш труд. Пожалуйста. Вот смотрите, я хочу рассказать, завершить чуть-чуть, да, почему вам захотелось вылазить вот в эти заведомые, как по мозгу, чтобы вы понимаете, что это не история, не про любовь, еще обманывать себя, вот эту историю. Эмоционально вы почувствовали от этого парня такое же скотское, скажем так, нехорошее отношение, чувство вины, как будто, которое у вас было от отца. И почему на это, не только вы вообще люди в таких ситуациях, почему, да, с отцом, например, было все плохо, и мы выбираем такого уж плохого, как отец, повторяем вот это мучение, да, все. Очень просто. Несмотря на эти мучения, мы всегда, когда рождаемся, безусловно, любим своих родителей. Мы все равно любим отца, даже злодеи, там, маньяк, убийца и еще кто-то. Потому что мы любим себя, мы же 50% от отца тоже состоим, не забываем, да, об этом. И почему нам хочется повторять вот эти негативные моменты, почему их повторяем автоматически, да, не осознавая это, не контролируемся, не останавливаемся, очень просто, потому что у нас всегда есть потребность, а может получится, а может второй шанс, а может меня долюбят здесь. То есть это нереализованная тяга потребности в любви отца, на самом деле, в теплых, хороших чувствах, в заботе, в прикосновениях и так далее. То есть, ну, мы же влюбляемся, скажем так, берем подонг какого-то, кто плохо поступает, соответственно, он не может нам что-то хорошее дать, но мы это все терпим, мы продолжаем всю эту историю, вот прям на себя, как здесь у девочки, чувство вины максимально, на самом деле, с желанием и с надеждой, а может быть, я это сейчас все потерплю, переживу, также я уж к этому привычная, во-первых, у меня же так было с отцом, да, а может все-таки он мне сможет вот эту любовь дать, а может он сможет поучаствовать в моей жизни, обнять вот эту вся историю, и где-то вот в этих отношениях с мужчиной девочки это получают, потому что, ну, они спят с парнями, обнимаются, целуются, он там цветы может дарить и так далее, то есть девушка как бы чуть-чуть вот этого эйфории получает, ну, блин, это не работает, ты мучаешься, и парень, это не твой отец, и вот эта история, это к психологу или к психотерапевту историю разрывать и понимать, что так, блин, можно мучиться просто долго-долго, результаты ты так свою рану, вот мой комментарий на такое долгое видео, девочки, пишите, что вы скажете автору письма, я хочу сказать, боже, переступай, быстрее беги к психологу, чтобы не попасть в новые такие отношения, сама, скажем так, из этого вылазить очень трудно будет, потратишь просто лишнее время, можно не тратить его, можно все гораздо проще решить эту ситуацию, и так, если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео я всегда оставляю свою почту, пишите на почту тему письма, консультация, если вы как автор письма хотите в таком публичном формате анонимно услышать ответ на ваше письмо, пожалуйста, пишите историю от анонимных, пожалуйста, если вы присылаете ваши истории другим блогерам, в том числе, мне уже, пожалуйста, не присылайте, я ее зачитывать тогда не буду, не хочу повторяться за всеми. Спасибо за понимание, ставьте лайки, скоро увидимся, всем пока! Пока!